Модератор уже сказал, что в дискуссии должен быть регламент, должна быть определенная порядочность, и здесь это вполне привлекается к исторической практике большевистской партии, в том смысле, что дискуссия для большевиков 1920-х, на чем я останавливаюсь, это один из важнейших политических инструментов, это то, как партия управляется, как она выстраивается, это один из основных механизмов, и внутри этого механизма я вижу две потенции, два направления. Это, с одной стороны, политическая сознательность, которая предполагается как вовлечение и включение максимального количества участников в процесс, и содержащаяся одновременно в дискуссии практика политического исключения оппозиции, несогласных, и как эти две вещи взаимодействовали в течение 1920-х годов, я предполагаю рассмотреть в основном на материале Ленинграда, поскольку я этим занимаюсь в качестве диссертационного исследования. Что предполагает сознательность? Сознательность – это, прежде всего, рефлексия над собственной позицией. Каждый большевик должен, принимая то или иное решение, выражая поддержку той или иной политической позиции, понимать, из каких предположений он исходит. И важность сознательности заключается в том, что на ее основе складывается, на самом деле, внутрепартийная структура, поскольку до примерно конца 20-х, 30-х все и далее тоже все должности партии избираемы путем голосования, то само голосование должно строиться на обсуждении той или иной позиции. Любое выдвижение на любую должность происходит путем обсуждения, скажем так, политической программы выдвигающегося большевика. Она должна быть обсуждена партийным собранием, должна быть прорефлексирована, и только на основе этого происходит выстраивание всей партийной структуры, начиная от низовой ячейки на заводе, включающей 20 человек, заканчивая Центральным комитетом партии, политбюро и так далее. Важно понять, как дискуссия, как механизм проявляет себя. Должны существовать некие и существовали базовые принципы и ранки этой дискуссии. Одним из главных составляющих, компонентов проведения любой политической дискуссии было собрание. Это такое мероприятие, в общем, я думаю, очевидно, как оно примерно проистекает. Собираются люди в каком-то помещении обсуждают, выступают, голосуют. Например, вот так происходит, допустим, голосование Сергея Мироновича Хиров на 17-м съезде. В принципе, партийный съезд в этом смысле, это лишь такое расширенное партийное собрание, никакого принципиального зазора здесь, и это важно понимать, нет. Просто на съезде больше людей, они выбраны со всей страны, но этапы выборов, отборов, они, начиная с заводской ячейки или партийной структуры в деревне, они просто идут по нарастающей, как бы, вовлекая все больше и больше количества людей. Такие этапы выборности. Одни из основных фигур на любом собрании, это человек, который презентует определенную политическую позицию, это так называемый докладчик, который, как предполагается, поражает мнение большинства партийной организации, поэтому ему и предоставляется главное слово, ну вот, здесь Ленинг выступает на 10-м съезде, и также политической практикой большевиков в 20-е предполагалось, что если существуют некие разночтения, некие расхождения, разногласия, то любая какая-то группа партийцев может выставить второго выступающего выставить докладчика, который презентует альтернативный взгляд на события, ну, разумеется, не расходящийся с партийной программой. Зафиксировано, что для партийного съезда, например, к 1925 году, во всяком случае, это правило существовало, любая группа из, от 30, по-моему, делегатов съезда может выдвинуть садокладчика, а при условии, что на съездах середины 20-х годов собиралось уже чуть ли не под тысячу человек, то можно представить, что потенциал выдвижения садокладчиков был довольно велик, но при этом нужно понимать, что позиции докладчика и садокладчика не были равноценными и полностью равными, поскольку распределение времени было все-таки на стороне докладчика. Поскольку он выражает мнение большинства, как предполагается, то ему и дается большее время на изложение собственной позиции. Ну, например, на уровне, там, издового партийного собрания это могло варьироваться чуть ли не в два раза, и докладчик, например, получал 30 минут, а содокладчик лишь 15, и понятно, что такое распределение временное все-таки позволяло докладчику получить большее внимание, больше шансов на продвижение собственной позиции. И если говорить о некой конкретике, о содержательной стороне дискуссии, то здесь важно отметить, что помимо вот таких формальных процедурных моментов, антропологии этого собрания, этих фигур, важен механизм формирования, собственно, политической повестки, то ли на дискуссии, поскольку она, собственно, предполагает выдвижение некоторых платформ, как это говорилось в начале 1920-х, или как потом, к концу 1920-х, это негативно стали характеризовывать как фракции. И здесь можно рассмотреть для начала дискуссию 1921 года, это так называемая дискуссия о роли профессиональных союзов в коммунистическом обществе. То есть, опять же, большевики, как Георгий уже отмечал, не знали, как именно при коммунизме все будет работать, в том числе, например, профессиональные союзы. Вот понятно, чем они занимаются, когда есть работодатели, они отстаивают интересы работников, организуют профсоюзы, профсоюзы устраивают стачки, забастовки, танцовок. Что делают профсоюзы при коммунизме? С одной стороны, ну, как бы, вроде бы работодателям отныне, как такового работодателя нет отныне, вроде как выступает государство, и в таком случае от кого профсоюзы защищают рабочих, не очень очевидно. И Ленин, например, в этом смысле отставил в каком-то плане такую прежнюю позицию, предполагая, что советское государство, оно же все-таки государство, поэтому профсоюзам необходимо сохранять эту функцию, но приобрести и иные содержания, а именно готовить рабочих через школу, готовить их к вступлению в партии. Была даже такая метафора о том, что ворота профсоюзов широкие, а ворота партии узкие. Не всякий может войти в партию лишь по прихоти и желанию, нужно показать, что ты сознательный коммунист. Ты готов, как бы, и нужно было иметь двух человек, которые за тебя поручатся. Это позиция Ленина, а позиция Троцкого была несколько иной. Она не была, скажем так, уж кардинально отличной, но Троцкий считал, он исходил из того, что, в общем, если функция защиты от работодателей для профсоюзов после революции не главная, то они должны перейти к тому, чтобы сосредоточить в своих руках некоторые организационные экономические функции. они должны начать управлять производством уже к 21-му году. И парадокс состоял в том, в всей дискуссии, что оба, и Ленин, и Троцкий, и многочисленные другие люди, выступавшие по этому вопросу, постоянно апеллировали к партийной программе, к партийным решениям, и никто из них не считал, что он с ними расходится. И в этой ситуации довольно сложно было, видимо, сохранить некий сдержанный тон дискуссии, и чуть позднее, к середине 1920-х годов, довольно частым стало описание дискуссии 21-го, как некоторой свары, раскола. То есть, был сконцентрирован пример негативной дискуссии. Если обратиться к примеру Петрограда, то здесь можно посмотреть, как дискуссия, разгоревшаяся между вождями партии в декабре 20-го и января 21-го года, опускалась на низовой уровень городских коммунистов. То есть, дискуссия — это мероприятие для начала 1920-х регулярное. Партийные съезды проходят каждый год, перед каждым партийным съездом запускается дискуссия, она должна помочь выявить позиции тех или иных коммунистов, на основании этого их избирают в партийные органы и так далее. Механизм работает в целом отлаженно, и поэтому дискуссия является в каком-то смысле, ну, если об этом говорить негативно, то обязаловкой. Ни одна партийная организация, даже если она не считает дискуссию важной, не может ее избежать, она должна провести ее хотя бы формально. И в Петрограде, здесь важно отметить, что позиция местных большевиков, она во многом была предупредлена тем, что лидер Петрограда, местных коммунистов, Григорий Зиновьев, практически с самого начала встал на сторону Ленина, и поскольку Ленин был занят и многими другими важными государственными делами, Зиновьев даже более активно, чем Ленин, участвовал в дискуссии и приложил много усилий для того, чтобы из позиции Труцкого сделать в некотором смысле, ну, не жупил, но некоторый негативный образ этой позиции и создать более четкое противопоставление этих двух мнений. И элементами этого конструирования стали, например, ну, если говорить о риторике, то частое обращение к тому, что разногласия носят серьезный, важный, принципиальный характер. Это повторялось и Зиновьевым, и рядовыми коммунистами Петрограда в некоторых районах города, во время собраний на Васильевском острове. Но, вот, например, некоторые сторонники Труцкого использовали другой политический прием, они, наоборот, говорили, что разногласия не принципиальные, а скорее тактические. Наоборот, старались несколько сбить градус полемики, поскольку, по всей видимости, вот это нарастание напряжения, оно ими понималось как препятствующее более спокойному изложению позиций и обсуждению аргументов. Когда ты выходишь выступать перед партийцами, а тебя уже воспринимают как то, что ты хочешь перетряхнуть профсоюзы, всех пересадить там с одного места на другое, а надо понимать, что на этом собрании сидит и целый ряд коммунистов, которые работают в профсоюзах, то есть это совмещение должностей, они одновременно в партии, в профсоюзе, и они как бы недовольны тем, что их хотят куда-то пересадить, то понятно, что основной задачей твоей становится всячески вот от этих образов отделиться, и один коммунист в Петрограде даже протестой против этого сказал, что позицию Троцкого часто изображают так, как будто кавалерия ворвалась в посудную лавку и давай шашками махать. Стоит отметить, что в дискуссии в Петрограде 21-го года рядовые коммунисты не смогли, а может и не захотели создать какой-то набор других образов политических позиций, они в основном апроприировали то, что транслировалось в партийной прессе, то, что они могли почерпнуть из каких-то партийных дискуссионных изданий. И здесь важная проблема же еще в том, что начало 20-х это время существования коммунистов в таком полубезграмотном или почти безграмотном обществе, когда многие присутствующие на собрании коммунисты, они либо очень плохо читают, либо в некоторых случаях даже не читают вовсе. И, ну, например, существовала такая практика, и это отражается даже в партийных документах, чтение газеты. Это предполагалось даже не коллективное ее обсуждение, а вот в буквальном смысле то, что кто-то прочитывает газету вслух. И, ну, понятно, что здесь есть определенные препятствия, как люди, не владеющие даже базовым образованием, воспринимают сложные политические моменты. Они должны разобраться в тонкостях позиции Ленина или позиции Троцкого, они должны понять, в чем они отличаются, на основании этого сделать какой-то выбор. И вот здесь эта неграмотность становится таким мощным препятствием на пути этой коммунистической сознательности. То есть людей даже не исключают сознательность процесса принятия политического решения, но они ограничены, поскольку сталкиваются со сложной политической конструкцией, которая предполагает широкую какую-то незабую демократию. И в этом смысле вот такое использование образов, использование символов, оно было в каком-то смысле препятствием для нормального, такого идеального хода дискуссии. И одни из образов, не только образы оппонентов, но и образы, например, вождей. Ну, в общем, это довольно такой общий сюжет историографии в исторической науке о том, что политический культ Ленина складывается до его смерти и уже к 20-21 году принимает довольно развитой характер. Ну, если вспомнить, например, празднование 50-летия Владимира Ильича, с которым даже связан один советский анекдот, что в конце партийного съезда было устроено торжественное заседание, Ленин злой посидел на 30, вышел, терпел еще полчаса, потом позвонил Каменеву, который сидел с президиумом и с требованием прекратить безобразие немедленно. Вышел к делегатам и произнес речь про то, что вообще не стоит взрываться. История знает примеры, когда даже самые отличные политические партии перерождали свою полную противоположность. Было такое вот предостережение Ленина своим соратникам, но они ему не очень меняли. Ну, вот даже в Петрограде, например, один из сторонников позиции Ленина, он говорил о том, что стоит прекратить разногласия и прислушаться к голосу человека, которого и оппоненты считают величайшим человеком современности. Здесь, как бы, вот политический авторитет отсутствующего вождя напрямую привлекался в дискуссии. Вот, дескать, Ленин так считает, зачем же мы спорим, давайте просто согласимся. Хотя, вполне возможно, что человек не имел ничего в виду дурного, ну, просто казалось, что Ленин же очень хорошо разбирается в этом вопросе. Ну, такое можно было бы представить дискуссию 21-го года, как оппонирование Владимира Ильича и Льва Давыдовича. А если перейти к 25-му году, то здесь очень важное есть отличие от года 21-го. Ну, нужно сказать, что к моменту середины 20-х дискуссия все еще остается важным элементом принятия решений, но она теперь сопровождается важными изменениями. Ну, например, если говорить про тех же ленинградских большевиков 25-го года, то они скрывают существующие разногласия с Центральным комитетом. они пытаются построить свою политическую линию исподволь. Они говорят о том, что вот НЭП приносит экономическое неравенство, мы должны по-прежнему защищать интересы рабочих и профсоюзов от государственных, бюрократических органов, но при этом не делается, вот это все озвучивается, но, например, не озвучивается никакой противоположной позиции. А кто против? То есть идет такое вот завуалированное. Зиновьев говорит о том, что в Советском Союзе государственный капитализм, в Москве говорят о том, что нет у нас социализма, но никто никого напрямую не противопоставляет. То есть мы так вот как-то обсуждаем. Зиновьев говорит о том, что политика в деревне неправильная, при этом он как-то из подволь, даже часто не называя, атакует Бухарина, который выдвигает знаменитый лозунг крестьянам «Обогащайтесь». То есть все это как-то вот такими намеками делается. И это еще более осложняет вовлечение в дискуссию ледовых каких-то партийных членов, потому что они не всегда могут считать, что, собственно, происходит. Вроде как все декларируют верность ЦК, верность ленинизму, то, что большевики Ленинграда оплот ленинизма, самые верные ленинцы, но при этом ЦК в чем-то подозревается, в том, что он вроде как уклоняется от ленинизма, но все это делается увертками, ничего напрямую не говорится. И следующий, как бы, не менее важный момент для 1925 года – это вот такая антифракционность и борьба с фракциями. Но одним из последствий 1921 года стал, собственно, вот этот запрет на образование фракций. Но тут важно понимать, что можно, как говорил, точнее, Салтыков-Щедрин, строгость законов России компенсируется необязательностью их исполнения. И здесь буквально строгость этого партийного закона могла компенсироваться тем, и компенсировалась в России один двадцатых, фактически тем, что он мало применялся. Но к 1925 году вот эта риторика, она уже точно очень сильная. Все боятся быть обвиненными в фракционности. Никто не говорит, что нет, у нас нет фракции, у нас нет, вы что? Мы не занимаемся какой-то антипартийной деятельностью, мы не выпускаем фракционный парашюр, у нас есть просто вот свое мнение, своя позиция, но нет, нет, нет. Это не ведет к образованию никакой сплоченной политической группы, не смейте так подумать. Ну и вот случаи с Лениным я уже осветил, процветают как бы культы вождей. Причем культ не только уже мертвого Ленина, но и на основе его разрастаются как бы культы местных вождей. В Петрограде, например, это Зиновьев на митинге. Грубо говоря, в честь Зиновьева назван университет к середине 20-х, фабрика, в 25-м году строят грузовой корабль, который тоже называют его именем. Зиновьев избирается во все президиумы почетные, он избирается в бюро Путиловского завода, в Ленинградской правде публикуются всяческие воззвания. Вот наш дорогой, ну не дорогой вождь, дорогой Григорий Евсеевич, когда он не приезжает на какую-то крестьянскую конференцию, потому что заболел, делегаты шлют ему письмо с пожеланиями здоровья, как бы очень беспокоенные они его состоянием. И вот концентрация на вождях приводит к тому, что верность партийному принципу, партийной структуре, она фактически превращается в верность сиюминутному составу ЦК. Вот есть состав, избранный на съезде, нужно декларировать всяческую верность уже ему, уже вот тому, что существует лишь временно. Важным дополнением в 25-м году от 21-го это существование дублирующей партийной структуры Центральной контрольной комиссии, которая занималась как раз тем, что выявляла, казалось, ну основной интенсией существования было выявление нарушения партийных норм. Но по факту к середине 20-х она превратилась в такой партийный суд над оппозиционерами, когда их таскали на заседание ЦК и заставляли признаваться своих грехах, фракционности. Ну, возможно, это вот как раз заседание ЦК комиссии, вот за столом сидит ее председатель Арнсольц, которого еще называли совести партии. Может быть, лично он был довольно забидный человек, но функция органа, в который он входил, как раз состояла в том, чтобы исключить тех, кто не согласен с текущей линией, обвинить их по фракционности и в итоге вычислить из партии. И здесь нужно отметить, что вот, почему возникает, например, ЦК комиссия, потому что в самих дискуссиях есть потенция к нарушению партийной нормы. Дискуссия проходит как-то не так, нужно понять и что-то сделать с тем, почему она не так проходит. Нужно создать какой-то орган, который разберется, который будет беспристрастен, который сможет нас вернуть в идеальные рамки. И само создание этого органа парадоксально вызывает как раз то, что норма превращается из такой вот широких рамок, в которых можно действовать, в палку, которая бьет по голове. Потому что ты начинаешь выступать с какой-то политикой, ты фракционер, ты оппозиционер транскист, вот и все. Мы тебя должны исключить, потому что ты неискренний, ты устроил на квартире собрание, почему ты устроил на квартире собрание, потому что ты хотел подорвать единство. То есть само по себе исключение оппонента не предполагалось в дискуссии как абсолютная заданность и непреложная. Это фактически такое политическое решение, которое заключается в том, что дискуссия нам теперь не очень нужна. Нам как бы мы уже приняли решение, мы все для себя поняли, зачем съезд проголосовал, зачем вы опять поднимаете этот вопрос. Спасибо.